Друзья, приветствуем всех. Будем обсуждать прямо сейчас то, что происходит с пылу с жару. Здравствуйте, Марк. Рад приветствовать, Наталья. Рад приветствовать всех зрителей. Поскольку не секрет, что мы записываем сейчас эту программу, записываем прямо во время пресс-конференции президента Зеленского, но кое-что мне удалось уже записать из того, что сказано. Важного было, и начну я вот с чего. Позвучали важные вопросы о том, что будет, если победит Трамп в Америке. И президент максимально дистанцировался, так сказать, от того, хорошо это или плохо, но сказал, что наш последний визит в Соединенные Штаты Америки все-таки повернул внимание наших партнеров к нам, и мы надеемся, что все будет хорошо, кто бы не победил в этих выборах. Еще одно, довольно резко он ответил по поводу блокады Польши, польских границ, потому что сказал, что мы потеряли там очень много долларов, и хотя мы очень хорошо отнимемся к Польше и любим Польшу, но все же блокада наших границ, он сказал, это не про бизнес во время войны, да, это про другие вещи, и поэтому, конечно же, ну он так достаточно резко про это. Ну и главный вопрос, будет ли он меня от заложного, и как он относится к заложному. И тут очень такая симптоматичная фраза прозвучала, у меня нет никому ничего личного, все личное у меня с моей женой. Вот, то есть как бы важно то, что будет на фронте, и как бы у нас деловые отношения, все. Вот с этого и начнем. Ну да. Я думаю, что это необходимое его заявление, потому что нужно было поставить точку в... Есть конфликт, нет конфликта, разные точки зрения, дискуссия, подходит заложный на должность главкома, не подходит, ну это бесконечно могло продолжаться. Но будем считать так, он сказал мне о рабочие отношения, и ситуация с его командованием заложным зависит от поля боя, так сказать, результатов того, что там будет. Но, во всяком случае, из этой формулы я думаю, что все-таки снимать заложного, менять заложного сейчас никто не будет. Вот. То есть это вопрос снимаемый, в принципе, недискутируемый, поскольку... Проблема же не в дефиците, по большому счету. Потому что заложного тоже, когда назначали, честно говоря, мало кто знал-то. Что, его знали так хорошо, что это? Но он проявил себя так, как проявил, как генерал заложный, и во время войны, прежде всего. Что говорить? Досталось не самое лучшее время командования, что заложному, что Зеленскому. Надо как-то, в общем, выходить из ситуации внешнего конфликта, как многим это кажется. Это важно. Вот. Плюс он же ведь сказал, что военные просят о мобилизации в 450-500 тысяч. Понимаете, человек, мобилизация, это действительно очень тяжелое и важное решение. Но, опять же, раз такая необходимость есть, я понимаю правильно, если действительно будет проведена, скорее всего, эта мобилизация, новая ее волна в 400-500 тысяч, которые необходимы для цели обороны. Про оборону тоже как-то прозвучало, что мы будем ее устраивать и так далее. Это уже нечто новое, потому что, так сказать, понятно, что целью контрнаступления были максимальная деоккупация территории, которую можно деоккупировать. Сейчас уже все-таки осторожнее к этому подходит. Гораздо осторожнее. Нет вот этих настроений. Максимизация результата. Невозможно предсказать. Много было посвящено тому поддержке Запада и что она неизменна, что Америка не кинет и так далее. То есть, это все звучало. И он высказал осторожное предположение, что все скоро наладится. То есть, возможно, у него есть основания полагать, что проголосована будет помощь Украине, которая отложена теперь на послерождественские каникулы. В целом, там есть и много других моментов. Что касается Польши, например. Но он прав. Он же там говорит, что поляц заминированы. Ну, что вы одноходите, что... Потому что я разные слышал по этому поводу. Там и в польской прессе и так далее. Разного рода замечания, что это украинские олигархи называются. Еще что-то. Ну, в общем, действительно право Зеленский в том, что во время войны вот эти выяснения, они, мягко говоря, у страны, конечно, зияет дырища такая у Украины. Не по ее вине, но как война. В бюджете и так далее. Что надо фермерам помогать и что же. Потом он же ссылается на то, что все были против блокады. И он же говорит, что и Европа была против блокады. То есть, европейские структуры, европейские. То есть, речь идет о соблюдении нормы. Поэтому... Ну, и сам этот конфликт выглядел как политический. Он, собственно, там Зеленский говорит о том, что он связан с политическими выборами. И вы проиграете. Ну, и так далее. Поэтому много того, что было озвучено. Пресс-конференция продолжается. Мы еще всего слышали. Надо сказать, что Зеленский там, так сказать, без всякой бумажки импровизирует, отвечает на реальные вопросы, реальные журналисты, острые в том числе. Ведь волей-неволей будут сравнивать с большой пресс-конференцией вот эти прямые линии Путина. Прямые линии Путина, да. Да, где все отрепетировано, отрежиссировано, так сказать, и самый острый момент – это то, что на табло они пустили пару-тройку СМС-сообщений, которые выглядят критическими. На самом деле, это сам Песков сидит, пишет. Вот. И будут говорить. А у нас вот тоже вот демократия. У нас тоже вот можно такое. Вот. Но здесь сравнивать нечего, понимаете. Ну, вот опять же, так сказать, мы сравниваем, значит, словословие и пропаганду с реальным политическим обменом, который информационный обмен. Я бы сказал, Марту, главная разница в том, что Путин, когда там Россия находится в каком-то тяжелом состоянии, он всегда уклоняется вообще от публичных выступлений. Ну, да, да. А Зеленский вышел на пресс-конференцию в достаточно сложное для Украины время, что говорит само по себе, что он не уклоняется ни от чего. Вы понимаете, Путин уже не то, что уклоняется, преклоняется. Вот все, что это спектакль, который он проходит, это же не реальная пресс-конференция. Вот откуда вот это ощущение, что там реальные люди, что там реальный вопрос на табло что-то загорается. Вот в тонах синих-желтых выдержанных зал. Вы что, это все как бы сидят, они прикидывают, у них работают технологи, которые там говорят, надо так сделать, надо так сделать. Но это вообще никакой связи с реальностью не имеет. Нет случайных людей, нет журналистов. А что бы им пригласить реальных, так сказать, критиков Кремля, пусть уже там теперь из-за рубежа, потому что, понятно, внутри России они либо в тюрьмах сидят, либо покинули ее. Ну, то есть, как бы выйти на свободный диалог. Так что Путину можно было задавать любые вопросы. Представляете, что от него там остался, от этого Путина. То есть, он реально на какой-нибудь пресс-конференции оказался под градом этих реальных, таких же свободных вопросов относительно всего. От его половой жизни, заканчивая наследниками и воровством и коррупцией. Просто интересно. Я вот, кстати, видел некоторые по телевизору, естественно, о его выступлении на брифингах за рубежом. Это для него тоже спасительно. Он выглядел беспомощно в очень многих случаях. Хотя, кстати, они влияют на отбор тех, кто будет на брифингах по окончанию переговоров, например, с какими-то западными линиями. У них давно уже нет таких переговоров. Но они сами отбирают, какого может, кто не может на них попасть. Ну, там есть известные критерии. Есть то, что можно, что нельзя. Но в тех случаях, когда ему задавали острые вопросы, это по российскому телевидению прямо в прямом эфире вырезали, не показывая, что он понимает. Я почему это знаю? Потому что я сам организовал задачу вопросов Путину в Париже на брифинге с Макроном, когда они в Версале встречались после избрания Макрона по поводу судьбы моего момента подзащитного Романа Сущенко. То же самое я организовал и по Савченко. Рома Цымбалюга задавал. Ну, и так далее. То есть, это целая вереница людей была, которая в это во всём была вовлечена. И мы этим занимались. Потому что должно было быть публично прозвучать фамилия подзащитного для того, чтобы можно было в дальнейшем, так сказать, как-то публично эту информацию использовать в наших целях, в целях защиты моих подзащитных. Я такое делал. И я очень хорошо помню, изучал внимательно, как это всё происходило. Как это всё происходило. Когда журналист «Франс Пресс» задавал Асущенко и сколько с ним человек поговорили, потому что другим нельзя было задать этот вопрос. Это запрещено просто было. Не французской страны, а российская настаивала. Я всё прекрасно знаю. Поэтому пусть Путин хоть раз выйдет на реальную, вот как Зеленские пресс-конференцию. А мы ему вопросики поздаём, чтобы они прозвучали. Кстати говоря, сегодня президент говорил также о том, что Путин говорит о том, что его совершенно не интересует. А он действительно на каком-то там была какой-то сбегуська у них сегодня очередной. Говорил, что его не интересуют страны НАТО вообще. Кто-то сказал, что мы собираемся нападать. Нас никогда не интересовало и никогда не будет интересовать. И президент Зеленский говорит о том, что это верный признак того, что врёт собака. Это же понятно. Но он не говорил, это я уже от себя добавляю. Не, понятно. Но мы все понимаем, о чём говорим. Значит, во-первых, он врёт всегда. Я не помню за всю жизнь, чтобы Путин хоть слово правды сказал. Я не говорю по мелким вещам. Мы говорим по-крупному, посерьёзно. Я говорю, нападать на Украину не буду. Мы не будем территориальные споры ввергать себя в них. И так далее. Очень хорошо это помню. Пенсионную реформу не будет проводить. Конституцию не будет под себя менять. Всё очень хорошо помню. И так до бесконечности. Срок не пойдёт никогда. Не пойдёт. Да вы что? Как он может? Да вы что? Вы что? Как можно? Вот. Понимаете? Поэтому, ну, как бы Путину слушать себя не уважать. Понимаете? Ну, ну, четверть века сидит и что? Времена сейчас хорошие хотя бы уж в том, что, знаете, при Сталине-то им мало кто вякнуть мог. А сейчас мы вот свободно в интернете это всё обсуждаем и говорим, что он лжец и подонок. А те люди, которые там в России сидят, могут это посмотреть. Понимаете? Узурпатор и диктатор и людоед. Понимаете? Ну, а пусть послушают. И, наконец, уже хоть кому-то дойдёт это всё. Вот. Но суть здесь та, что он, Путин, пока риторически с этим играет. Ведь он соблазняется слабостью Запада. Как я много раз уже говорил. Слабостью Запада. Если Запад и будет слаб, то они дождутся, так сказать, он не своими руками. Он на Ближнем Востоке проявляет всё, что, оказывается, можно ситуацию взбеленить вообще совершенно чужими руками. И такой, а я тут ни при чем. Это вот Хамас. Понимаете? И рассчитан на круглых идиотов. Понимаете? На круглых идиотов. Ну, это же не Россия же напала на Южный Израиль. Он может разными способами создать геморрой. Создать, сделать головную боль, переходящую в сотрясение мозга для Запада. Поэтому иллюзии питать по поводу того, что, а уж он-то мастер. Вот что у него не отнимешь? Габаритных дел Путин мастер. Вот. И думать, что он не нападёт на Запад. Ну, может, конечно, сам лично не нападёт. А какую-то создать ситуацию. А почему нет? Он уже многое попробовал. Многое попробовал чужими руками жар загребать. Поэтому я тоже считаю, что... Ситуация на Ближнем Востоке сейчас же... Сам Зеленский сказал, что это же Россия виновна. Кстати, вот интересное дело. Я когда говорил, что визита Зеленская не осталась, потому что не захотел израильской стороны присоединиться на Таньяху. Не хотел ссориться уже. Ох, как на меня. Я вот вчера выступал на каком-то израильском первом радио. Или как оно там забыл называется? Вот. Ой, какие комментарии. Да нет, ну что? Как же можно? Это Зеленский сам не поехал. Ну, Зеленский всё сказал. Ну, я, говорит, хотел, но они уже как бы нет. Вот. Это не к тому, что там что-то не так, плохо. Ну, просто то политическое руководство, которое находится в Израиле сейчас... Ну, это дело израильтян. Кого себе выбирать? Это только их право и дело. Мы же не в это вмешиваемся. Но мы можем констатировать, что оно продолжает... Даже после всех событий 7 октября ещё какие-то иллюзии питать, что Москва где-то попосредничает, заложников освободит. Ну, понятно. То есть, они же слушают полуждения. Нельзя сказать, что они там какие-то враги человечества. Нет. Они хотят... Ну, давай, там, типа, Путин, скажи, чтобы они освободили оставшихся. Никого он не освободит. Они тут отдадут двух, десятерых новых возьмут. Ну, я условно утрирую. Не будет он работать в вашу пользу. Он будет работать только в свою, Путин. И поэтому, так сказать, использовать этот конфликт и раздувать антисемитизм, там, как они называют, антисионизм и так далее, выгодно Путину. Он отвлекает от своих делишек в Восточной Европе. Внимание. Он двоит помощь, которая одна бы шла бы вся воюющая Украине, а так теперь идет и Израилю, и Украине, чуть-чуть Тайваню. Ну, то есть, понимаете, обострение ситуации Путину со всех точек зрения выгодно. А раз он выгодно приобретать, это что говорить? Организовывал он? Имел отношение к этому всему или нет? Ну, тоже смешной разговор. Действительно. Он получает сплошь одну выгоду от этого, да? Как все поменялось с октября-то сначала. А он к этому отношение не имеет, будучи дружа с Хамасом, с Ираном, с Сирией, то есть, со всеми общими друзьями. Так что, ну, даже смешно говорить. Кстати, на этой пресс-конференции был же там пикантный момент. Я так не успела понять, от какого издания, потому что называют в микрофон журналисты, но, видимо, от какого-то арабского издания журналист спросил, «Вам не кажется, что есть много общего между нападением, значит, пострадавшим палестинским народом и пострадавшим украинским народом?» И президент Тущин корректно ответил, что мы сочувствуем всем гражданским потерпевшим, но ничего общего нет, потому что на нас, извините, напало... На нас же не напали люди с украинскими паспортами, с украинской территории, да? А на нас напала соседняя страна и так далее. А там, ну, там, полным счетом все наоборот. Нет, давайте тогда разберемся, так сказать, в чем здесь похожесть и в чем не схожесть абсолютная. Значит, во-первых, давайте секстраполируем. Это что, вот как 7 октября напали, детей жили, где такие украинцы такое делали? Просто, так сказать, 24 февраля они что, напали, значит, на территорию России и кого-то убили, резали там 1300 человек? Ну, просто интересно. Где вы такое видели? Я этого не видел. Или что, искажать факты продолжим? То есть, получается, опять, не имеет значения, с чего все началось. В войне именно это и имеет значение. С кого все началось? Кто первый виноват? Это по-другому не бывает. Если бы украинцы напали на российские города, перебили детишек, наверное, было бы совсем все по-другому. И, наверное, другое было бы отношение. И другая мотивация и так далее. Логично, да? Но как-то чего-то такого не было. Кто-то вот как-то мы этого не видели. Более того, это было объявленное такое уничтожение. Потому что, по меньшей мере, весь 21-й год он передислоцировал. Сейчас уже забыли. Войска дважды передислоцировали к границам Украины. В общем, демонстрируя всем своим видом, что он обязательно нападет. А нахрена он сотни тысяч людей гонял? Сначала весной, потом, соответственно, осенью. И уже не уводил от границ. Понимаете? То есть, не то, чтобы как-то спонтанно, случайно возникшая ситуация. Многие говорят, вот он не хотел. Ну, заставили. А весь 21-й год он что делал-то? Гонял войска. Мы беспрерывно это обсуждали в эфирах. И уже у всех как девичья память. Забыли. То есть, действительно, вот как-то он не хотел. И вот совсем не хотел нападать. Но вот так вынудили. На нас, говорит, напали. Он же сейчас, говорит, на нас напали. Не хотели напасть, а уже напали. Куда на вас напали? Где на вас напали? Ну, хоть понять, где напали-то. Ну, мы понимаем, что он имеет. Тут на Донбасс напали. Но, видите, на Донбассу кто нападал? Там 1300 человек упали. Где такое было? Пусть нам покажите эти факты. Кроме ваших собственных провокаций, ничего и не было. Хорошо, поедем дальше. Давайте так говорите. Вот этот набег, который осуществили ХАМАС. Организация, которая во всем мире, кроме России, признана террористической. То есть, они это делают не первый раз. Простите меня, вот сравнивать это с Украиной. А народ Украины, как бы он что, имеет террористические организации в лице своих официальных органов? Это же субъект международного права, каким является именно Украина. Разве здесь какая-то общая есть черта похожая? То есть, живут у себя украинцы и нападают. То в одну, то в другую сторону и убивают людей на протяжении десятилетий. Но как-то за украинцами это не было замечено. Далее. Давайте так говорить. В конце концов, вопрос государственности относительно палестинцев и палестинского народа. Я, кстати, сторонник. Потому что, наконец, пусть им создадут эту государственность. Но пусть это будет контролируемая государственность, чтобы она не привела к ровно тому же, что происходит. Разве только Израиль виноват в том, что нет государственного палестинского народа? Разве так? Разве он не помогал возникнуть этой возможности? Я вам расскажу когда. Начиная от мирного соглашения ОСЛО, покидание сектора газа. Пожалуйста, живите. Расширение прав автономии максимально. По существованию это вообще отдельное государство. Две части этого государства. И мало того, было соглашение Авраама, трамповское, которое с 16 по 2000 год, пока Трамп был в власти, он очень симпатизировал Израиль. Но было соглашение Авраама, в том числе, которое подпишало Израиль с арабскими странами. О создании, в том числе, этого палестинского государства. Но их это не устроило, потому что не было Восточного Иерусалима, ну и там еще отдельных кусков поселений. Но, пожалуйста, государство можно было создать. Но надо было отказаться от террористической деятельности. Простите меня, а Путин что, готов признать суверенитет Украины вплоть до ее возможности вступления в Евросоюз, в НАТО? Жить отдельной жизнью, просто как отдельное государство. Что-то я такого не видел. Он все время требует какой-то нейтральный статус, демилитаризации, демилитаризации и так далее. Так что я, честно говоря, при всем, при всем, так сказать, этот тезис абсолютно оспаривает. Ну вот примерно так же ответил, только чуть покороче, президент Зеленский. И я бы хотела знать в связи с тем, что очень много было публикаций таких, ну откровенно провоцирующих о том, что и там в Блумберге, и там еще где-то о том, что, ну, которые идут чередой последней недели, о том, что Украина находится в критическом состоянии, что там, ну, вы знаете, все эти аргументы. Что будет, если Украина проиграет, там уже всякие сценарии проигрываются и так далее. Я хочу сказать, что главком заложенный дал мне большое интервью, где отрицают патовую ситуацию на фронте. И, собственно говоря, дело не только в том, что он отрицает. А если посмотреть на карты, видно, что ничего такого не происходит на самом деле. Ну да, существенных изменений в линии фронтов не происходит, существенных. Да, и вот его цитата, это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы будем делать, иначе это будет шоу, не война, цена, которому человеческие жизни. Но мы не являемся, мы не в тупике, сказал заложенный. Видите, и заложенный тоже, вот они, видимо, как-то это все согласовали. Зеленский обозначил ситуацию на пресс-конференции, заложенный дал соответствующие пояснения, но я слышал о них. Просто это все туда же, снять вот это представление, на котором наигрывает и Москва, и ее всякие прокси, что нет единства, разобщено руководство военно-политическое в Украине, что они вообще между собой договориться не могут, перекидывают каждый друг другу ответственность за контрнаступление, еще за что-то. Я думаю, что это правильно, вот это снимает большинство вопросов. Ну, ведь и действительно, с другой стороны, вот почитаешь западную прессу, такое ощущение, что вот Украина как будто прям все. Можно закрывать нам барный замок, везде Москва, там Медведчук в Кремле, или там, я уж не знаю, кто. Мне кажется, это атака российских денег. Ну, этого нельзя исключать, просто мы же со свечкой не стояли с вами. Ну, да, да. Мне тоже так кажется, так, но дайте факты, типа. Ну, понимаете, лоббистские конторы, они же никуда никогда не девались, и проплаченные все, и так далее. А воздействует это сильно на мозг, понимаете? Когда-то, особенно такие крупные издания, какие-то агентства, качественная пресса, как ее называют, вдруг выдает такие материалы, конечно, это бьет по мозгам. А получается, вы изучаете Дипстейт, а там все то же самое. Ну, туда-сюда, туда-сюда, 100 метров туда, 200 метров туда, и ничего не происходит. Ну, вот я же был, так сказать, на линии фронта, но, правда, это было уже в ноябре, но все равно, я, так сказать, еще раз повторяю. Когда ты читаешь на сайтах прессу, ты видишь одно, а когда ты находишься на фронте, ты видишь совершенно-совершенно другую картину, спокойную. Я же сказал, в Купинске стоят, муниципальные работники подметают стекла, разбитые в очередной раз. Собирают этот мусор, складывают контейнеры, подъезжают машинку, уезжают в центре города. Пусто, людей нету, но техника работает, люди работают, муниципальные сотрудники, муниципальные службы. То есть, это символ того, что, ну, у вас там где-то уже прям все, конец-конец, а у нас, знаете, надо говно с улицы убирать, понимаете?